20 минут о красивой жизни на 31-м. Это Бьюти Тайм. Всем здравствуйте! Яркий музыкальный проект. Торжественный финал третьей вокальной премии Music Star Kids в этом году прошел с особым отличием. Как настоящие большие артисты, ребята пели под оркестр. Профессионалы знают, насколько это сложно и требуют мастерства. И линточка в косе. Кто не знает Любочку, Любу знают все. Мама, где ты? Где ты, мама? Мы верим только без тебя. Голос, сердце, любовь и тоска Аня, хватит все птицам. Не на память, я готова И не в дождут добра. С оркестром намного страшнее петь, и ответственность больше. Но деток мы настраиваем, что все волнение нужно оставить за кулисами, выйти на сцену, получать удовольствие. Это очень хорошо, когда играет не минусовая фонограмма, а играет полный бэнд, живая музыка, живая энергетика, обмен энергетикой за счет музыки. Это дорогого стоит, так что все, что не делается в данном моменте, это очень хорошо и худшее. В составе жюри тоже звезды. Известные деятели искусства из Челябинска и Москвы. Те, кто профессионально может оценить таланты юных конкурсантов. Показать себя во всей красе, показать свой талант, для того, чтобы кто-то заметил, кто-то увидел. И у нас есть уже яркие примеры, когда замечали наших детей, и они попадали в нас на большие сцены с Филипом Киркоровым, Миром Довгань. Для меня максимально важно вырастить в вокалисте, даже, может быть, еще не совсем опытным, как сразу крылья. Понимаете, поэтому я всегда, даже при том, что мы говорим, да, нужно объективно, адекватно судить, я все равно всегда больше веду себя как мамочка. Я такая больше мама-продюсер, чем нежели продюсер понятия современного мира. В третьем сезоне география «Мьюзик Старкитс» выходит за рамки области. Участники приехали из Владивостока, Новосибирска, Омска и Москвы. От начала пути, да, с красной ковровой дорожки на прекрасную сцену, где идет оркестр, весь этот процесс даст им огромный, колоссальный опыт, который они могут использовать дальше для своего развития. Судя по реакции зала, все, без исключения конкурсанты, заслуживают наивысших оценок. Каждый маленький участник проекта – это большой артист, талантливый, харизматичный, способный вызвать у зрителей самые яркие эмоции. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Выставка из Государственного русского музея Санкт-Петербурга приурочена сразу к двум юбилейным датам, связанным с Федором Шаляпиным. 145 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти легендарного оперного певца. Дружба с не менее знаменитым художником Борисом Кустодиевым подарила публике немало бесценных творений. Работа была написана в 20-е годы, в годы сотрудничества Шаляпина и Кустодиева над театральными постановками их личной дружбы. И она, с одной стороны, явилась таким синтезом всего того, что было наработано художником за его творческую жизнь, А с другой стороны, эта картина явилась таким последним парадным портретом во русском искусстве рубежа 19-20 века. Она как бы замыкала с собой целую историю развития русского искусства и по существу воспринималась как некая отходная молитва Кустодиева, той прекрасной русской, патриархальной, купеческой, провинциальной России, которая в 1922 году уже исчезала, как Атлантида уходила под воду. Но уникальность прежде всего в тех именах, с которыми связана эта картина. Это Федор Шаляпин, великий русский певец, и это Борис Кустодиев, обыватель, любой обыватель с детства знает два этих ярчайших имени, отражающих дух народной культуры России, вообще дающих представление самим своей силой, таланта, о том, что есть такая русская душа. Вот она воплощена в живописи Кустодиева, и она воплощена в искусстве Шаляпина. Ну и картина, а мне сегодня уже задавали такой вопрос, на какую категорию зрителей рассчитано. От нуля плюс, потому что и маленький ребенок может стоять часами возле этого полотна и рассматривать занимательные детали, которыми насыщает художник живописное пространство. И взрослому человеку, интеллектуалу, есть над чем задуматься. 22-й год, время эмиграции очень многих. Да, и Шаляпина в том числе, и в 22-м году на пароходах немецких насильно отправляются в эмиграцию все философские ученые, литературные умы России. Вот в этом смысле картина является отражением действительно своей эпохи, своего времени. Есть такие картины, которые можно рассматривать часами. Изучить работу Кустодиева можно в областной картиной галереи до 21 октября. ПРОФТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ФОРМУЛА ГУФА ПОДГОТОВИМ К РАБОТЕ И ПРАЗДНИКУ ЗА ОДИН ЧАС ГУФА РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС ДОСТОЙНО И ДОСТУПНО ТЕЛЕФОН 266-400 В программе «Бьюти Тай» в этом году исполняется 15 лет. Это событие мы решили отметить в серии сюжетов, куда вошли кадры, снятые за полтора десятка лет существования нашего проекта. Итак, красивые люди в красивом городе. 15 лет история в лицах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует... 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 гардероба. Вот уже не первый сезон дизайнеры предлагают на осень совсем не характерные для этого сезона цвета. Традиционные охра, багровый и золотистый, конечно, тоже представлены в новых коллекциях, но им противостоят мягкие, десертные, при этом довольно яркие и жизнерадостные цвета. Цвет ментола, который летом рекомендовали бы в сочетании с белым, осенью можно носить с глубокими темными вариантами. С более мягкими оттенками можно подавать розовый и фиалковый. Это же касается и цвета французской горчицы, который неплохо смотрится и с темно-синим, и с черным. Осенний-зимний сезон только начинается, и в наших силах наполнить его различными принтами, фактурами и цветами. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится «Польская одежда» на Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...